всем привет мы во владимире я решила саша провести быструю экскурсию по владимиру называется экскурсия с вокзалом в общем идем между детей потому что сейчас тут просто будет лютый вид сейчас покажу вот это успенский собор это главный собор владимира ну ты куда вошел всем привет мы это саша мы кремели стопками стопы кран ты просила перестать но я болван я умею обещать и подбирать слова но а ты прощать будто не права реки под ногами глубиной стас грустно протекает прямиком из окончательно привет мы немножечко освоились вот уже погуляли сходили в щегла потому что каждый влог из петербурга должен начинаться одинаково если смотрели кстати ну вот подсказочка будет смотрите прошлый вот теперь идем гуляем просто ходим по писару потому что заселение настолько в 2 поэтому мы оставили все вещи и решили жестко кайфовать саш ты жестко кайфуешь уже устал помогите ты тоже красивый вот тут начало было и теперь вот да давай давай ты уже начала нет уже началась вот тут отдых написано отдыхай тут пауза здесь сохранилась давай 10 секунд у тебя еще давай погнали дальше 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 еще воду будет я уверен давай там где дети догоняют ну что это такое отдых отдыхает не а ты дальше никого не пойдешься надо дойти туда возвращайся обратно давай возвращайся обратно как самый молодой еще увлекается еще идет надоело раз мы отдохнули то и мир решил очиститься в питере палящее солнце я жмурюсь подумал зачем мне самозащитные очки оставил я уже сняла шарф я поняла что пока что мне нужен но вообще живем в лучшем районе в мире вообще обожаю обожаю я не могу не улыбаться я хорошо я просто хожу красиво улыбаюсь мне очень хорошо так спокойно как красиво как я люблю исааки как я люблю питера в общем он просто красивый а вы тоже очень просто люблю это время полдевятого мы прожили как будто бы программу максимум вообще за день потому что мы нагулялись мне кажется тысяч 30 шагов мы точно сделали мы по сути прошли по всему центру по всем таким супер туристическим местам александр павлович что вы скажете о том как чувствуется 21 год и подарки я почти умер и даже подарки тебя не воскресили да воскресили вот я не умираю подарки воскрешают ладно вот тут будет фото его нормальной реакции на подарок здесь будет собственно сам подарок в полном исполнении ну потому что это ну извините бомба мяу доброе утро всем привет как дела саши сегодня день рождения всем поздравляю с моими обращениями куда бы без него были это конечно вот всем хорошего у меня всем привет короче то саша сегодня все еще не умеет разговаривать я жду когда он научится то как бы но годик в ту ногу уже на все еще тепло в нижнем сегодня еще какие-то морозы а мы вообще на стиле на красоте идем о контакт бар там окажемся вечером вот идем короче искать что-то покушать что-то позавтракать пойдем педиатрический центр детей есть итак мы вышли из ананкирхи саша не знал что такое существует я не знала что я знаю весь питер от и до что тебе понравилось что мне понравилось когда мы пошли в подвал там где высота потолков полтора метра я иду вот так вот потом еще ниже я слышу печатной машинки заворачиваю залгу там просто стоит сама печатная машинка и все печатается сама по себе и стоят кресты да там очень было жутковато как тебе в целом место красивая вот я вообще не знала что в ананкирхи есть подвал вот это вот какой-то это какой-то новая информация для меня ну все вот показала саше важное знаковое место мы сходили в том музеях матовой я со всей любовью вообще к нему отношусь но к своему стыду последний раз там была после 10 класса это давно на секундочку заканчивается саша тоже погулял на все посмотрел все мои очень занимательные факты послушал вот саша довольный ну конечно жестко развлекательная программа сегодня не супер ходить ильная но очень развлекательные вот сейчас мы идем куда если фонтанном доме значит дальше подписаны конечно же саш ничего не купила я книжки утащила я попала в поток я попала в ресурс всем привет это обновление после похода него какого-то буква е да господи да буквально мы зашли еще в книжный магазин я купил толстенный комикс про человека паука просто вот такое здоровое и еще какую-то книжку про ну короче типа фэнтези на тему петербурга такой вайб в общем книжный обзор как бы каминг-сун вот мы сейчас обязательно дойдем до дома и покажем кто что купил да у нас ну очень разные книжные вкусы но мы просто вообще прошел час у нас минус 5 косарей книжек вообще ммм делишес итак обзор во-первых прекрасный мир где же ты книжка про которую я говорила в недавнем видео сейчас будет ссылочка на него вот собственно я ее хотела купить подписанных я ее купила в подписанных это самое запланированное было из всего вот этого а дальше погнали нашла луизу милкот это собственно автор маленьких женщин если вдруг не помним вот тут такой небольшой роман достаточно любопытный мне показался по описанию не очень большая книжечка решила тоже для чила почитать дальше вот это вообще прикол тут как бы есть на записочка от собственно персонала подписных в общем а доевцева на берегах невы немножечко про лучших вообще деятелей двадцатого века почитаем серебряный век революция все у нас здесь в общем кайфану чувствуется жестко и на жесткой литературам а теперь саша на коллекции и так саша давай рассказываем это огромный толстенный сборник комиксов про человека паука само собой конечно здесь есть все здесь сама кипа листал посмотрел присутствует разные костюмы человек паука список того что здесь есть вообще нарисовка очень красивый такая мультяшного при этом желаем немножко ой 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 в общем да ровный хай плюс вайп это был еще вот еще вот такие вот ну вайбо вообще жестко красиво саша тебя показывают тебя нарисовали вот и вторая книжка какая-то мистика это что-то фантастическое что случилось в питере это магия в общем давайте пожалуйста много много лайков и я заставлю сашу потом записать видео обзор на эту книжку нет много лайков давайте вот все всем спасибо за книжные покупочки у нас вот суммарно значит пять книжек и ну минус пять тысяч с карты ладно вот это ответственно за большинство блин короче ситуация сю сейчас три минуты до веба я знать все себе настроила но вот есть ситуация значит вот тут я вот сижу значит все настроила а вот тут вот я решила что нам нужен пранк ночниками сашей вот так залезет в кадр есть у меня небольшой сферис в общем у нас сегодня человек паук на выходе солнце светит птички не поют а нет то есть плавно поют наврала провела в и мы идем кушать саша решил что ему нужен какой-нибудь азиатский ресторан я такая есть тайгер лили такой секретный такой прекрасный мне там было очень вкусно в прошлом году так что мы идем туда саша страдаешь нам идти полчаса я кайфую потому что наконец не забыла очки мне не слепит солнца так вот это мы красиво как твой праздничный ужин доброе утро хотя уже скорее день мы сегодня достаточно поздно выползли вот но приехали к лахту центру там вот посидели на бережочке чуть-чуть пофоткали еще погуляем вот у нас сегодня такой размере на спокойный день погода не особо шепчет как бы ну в целом не холодно в нижнем снег сегодня выпал так что вообще грех жалоба правильно правильно вот гуляем красивые такие вот внизу не стрелочки розовенькие вот аж просто как всегда красивый щит растрёпанный воробушек ветер капец так друзья покатались на машинке в питере было чуть-чуть страшно чуть-чуть нормально в целом я ожидала что будет хуже это все-таки не москва все-таки был очень приятно вот приехали в севкавель идем делать фоточки фотобудки и покупать не духи потому что я прошлый раз купила в питере лучшие духи своей жизни и теперь мне надо дойти до маркета севкавель чтобы купить такие ежесрочно так по чек-листу фоточки сделали духи не купили потому что оказалось что на маркете нет именно нужных мне но я со всеми договорилась чем завтра максимум послезавтра у меня будут мои духи но еще из прекрасных новостей сашка держи пожалуйста графе вот саша купил мне колечко смотрите какое красивое колечко девочка довольна в целом мне можно просто купить колечко я вообще буду счастливой 100 лет теперь надо найти где-нибудь покушать итак сегодня 4 мая 4 день питера сегодня сейчас будет фасатесия поедем поедем на ладовское озеро но есть прикол нам надо было дойти до финансового вокзала нам до него идти на минут 25 от дома мы спокойненько пошли но но рассказывать мы короче переходили мост и девушка машина которая ехала в правом ряду ну близко к бордюру открывает там окно и женщина кричит молодой у вас рюкзак открыт по приколу и так надо на говорю ну типа наверное нет сейчас смотреть у меня кофта пропала за замечательно мы пошли назад то есть мы прошли уже почти полпути даже больше там больше половины почти уже весь мост прошли пошли обратно кофта лежала почти на улице почти около отеля нашего вот еще и ветер лютый мы все растрёпанные вышли красивые сейчас песком в глазах растрёпанные пришлось заказывать такси но все еще успеваем но немножечко неприятненько саша взлюкается но ничего мы справимся зацветут весна здравствуйте стоим какой-то подворотня и рассказываешь на все таки пофоткались ну как вы видите вообще красота была вот теперь долго-долго ждать фотографии ну хотя кто знает возможно этот блог я смонтирую не через две недели когда будет фотки через три месяца ладно это в моем стиле идем бар блин третий день третий вечер мы идем в бар мы туда доходим если что просто это мало снимаю мы в новой голландии саша полез на кораблик иди сад да ему пять лет буду стоять как мамка ждать его пусть веселиться ой ну-ка 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 реально так давай давай все 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 дороги назад нет блин я потеряла своего большого мальчика а нет нашла вот он стоит чак вот он а залез куда залез так я нашла правило в общем по возрасту не прошел по росту не прошел по весу прошел отлично нормально кто как делал я реально не знаю а нет он его там стоит на втором этаже дай бог вы дети другие будут убежать так я забрала своего малыша с детской площадки теперь мы идем на мост поцелуев как большие ребята будем вешать замочек мы заранее заказали еще в нижнем вот так что идем целоваться и вешать любовные замочки потому что мы может быть и кринжули но мы так чувствуем вот этот будет наш пойдем целоваться и бросать крючек все уплыл он уплыл да далее давай всем привет ну что ж нас тут последний день мы уже выселились из нашего постола оттащили вещи на вокзал оставили их погуляли покушали глобальные впечатления наверное пора вот я очень отдохнули честно говоря даже при том что мне все равно приходилось работать и что-то как-то тыркалось потому что скоро финал все равно отдохнулись все равно как-то душевно хорошо только очень холодно вот в шарфике замерзшим красным носом еще более замерзшими руками вот очень рада что показала саша питер совсем совсем другой страны и вроде как ему тоже понравилось сейчас дам ему тоже слово в общем все хорошо и жить хорошо но честно говоря хочется домой и хочется за руль любим машинки и просто в родную кроватку бухнуться просто валяться кайфовать и смотреть 4 свадьбы потому что да теперь мы таким увлекаемся холодно сейчас вообще 5 градусов мы проснулись было три я проснулся я замерз я болел горло я не пытался на машинке это мне больше всего расстроило все остальное хайп лайп и плюс реп вот всем 52 все я поехал в питер первый раз не того чтобы лежать на кровати а гулять по нему и ну смотреть все красивые прикольное и интересное самое главное интересно потому что церковь в котором мы ходили которые не до церкви она не только красивые но было и интересно все понравилось очень интересно и познавательно и очень красиво и со мной все время был суп меня сопровождал очень красивый экскурсовод очень хороший вам повезло вообще с ней вот она ваш экскурсовод в мире литературы а это вообще бомбически ой да шлифанул шлифанул вообще поэтому цените и учитесь на пятерке не подводить человека-паука добродушного соседа и ешьте пиццу любите маму про вообще впервые в питер я поехала не чтобы убежать от каких-то глобальных проблем домашних и где-то там побыть вообще отвлечься быть не собой гулять как вообще какой-то другой человек все такое я наоборот супер собой была вот у нас саши было просто какое-то удивительное количество удивительные романтичных и теплых моментов которые я думаю мы запомним на долгие долгие годы саша кивает на заднем фоне вот поэтому и жизнь и жизнь хороша и жить хорошо правда и очень просто тепло и спокойно вот а 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 Субтитры создавал DimaTorzok